Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды Универ-ТВ. В студии я, Лилия Талипова, и мы начинаем. Конфликты – это неизбежно, но нужно учиться их решать. Именно поэтому 23 марта начался международный конкурс по конфликтологии, подробнее о котором расскажет Олег Кашин. В стенах Казанского федерального университета 23 марта свою деятельность начал международный конкурс по конфликтологии и медиации. Организаторами конкурса выступили кафедры данного профиля Казанского федерального и Санкт-Петербургского государственного университета. Целью проведения конкурса такого уровня стало формирование профессионального сознания у будущих конфликтологов, а также воспитание в студентах навыков по решению конфликтов. Значение заключается в том, что формируется профессиональное сообщество конфликтологов не только России, но и стран ближнего зарубежья. Ребята обмениваются опытом, обмениваются знаниями, навыками, которые они получают, и таким образом они повышают свою компетенцию образовательную. Конкурс продлится до 25 марта, и за эти два полных дня участники смогут не только посетить различный мастер-класс, но и выступят перед своими коллегами и профессиональным жюри, чтобы продемонстрировать свои навыки. Поскольку я стоял у истоков тоже в какой-то степени конкурса, я могу понять его значение. Значение его в стране, наверное, самое высокое сейчас, и все, что делает Казанский университет для развития медиации, может быть, до конца и не оценивается, что ли, или значение этого конкурса. Он становится международным, он становится престижным. За участие в нем университеты начинают бороться, потому что емкость университета, емкость самого конкурса, она ограничена. Хотелось бы также отметить, что международный конкурс по конфликтологии проходит в Казанском федеральном университете уже в пятый раз, и каждый год количество участников только растет. Заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников стартует 31 марта в КФУ с соревнованиями по литературе. Подобные олимпиады – это социальный лифт, которым позволяет победителям поступать в лучшие вузы без экзаменов. О том, что ждет одаренных детей России, ты узнаешь в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете в период с 31 марта по 6 апреля пройдет заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по литературе. Участниками Олимпиады станут победители и призеры региональных этапов свыше 200 школьников из 49 субъектов Российской Федерации. То, что заключительный этап в этом году будет проходить в одном из интереснейших, пожалуй, самых интересных мест в России с богатой историей, с богатой литературной биографией, я думаю, имеет большой смысл для нашего мероприятия, для нашего проекта. Для участников Олимпиады руководителей команд предусмотрена обширная культурная программа. У нас будут лекции, которые тоже будут читать представители университета, об истории университета, обязательно будет экскурсия в университет. Будут лекции, но, например, уже запланировано, что я буду читать лекцию о Толстом в Казани для всех приехавших, для всех олимпиадников и сопровождающих, поскольку у нас идет в университете год Толстого. Мы тоже очень хотим достойно представить университет и хотим, чтобы наша филология прозвучала по всей стране. Всероссийские Олимпиады школьников проводятся ежегодно по 24 образовательным предметам в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Они направлены на выявление, поддержку одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной ориентации и продолжение образования. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. Компания Uber незамедлительно приостановила все испытания беспилотников. Сотрудники компании выразили соболезнования семье погибшей, заявив о полной готовности сотрудничать со следствием. Что именно послужило причиной страшной трагедии – невнимательность пешехода или техническая недоработка? Попыталась выяснить Аделя Шимилова. Диана Шилова, Роман Самарин. Там были представлены, исходя из открытой информации, в автомобиле Хубер. А велосипедисты должны были увидеть практически все виды датчиков. У них там стоят и камеры ночного видения, и радары, которые должны были увидеть металлический каркас велосипеда. Тем более двигался пешеход достаточно медленно. Вероятность того, что отказали сразу все типы датчиков, она ничтожена мала. Несчастный случай произошел в городе Темпе, штат Аризона. 49-летняя Эллин Херсберг внезапно вышла на проезжую часть за пределами пешеходного перехода. Причем ни автоматика беспилотного авто от Убер, ни водитель, находившийся за рулем для подстраховки, ее не заметили. Впрочем, не все видят вины автопилота по результатам предварительного расследования. Беспилотник двигался со скоростью 60 км в час. Женщину до последнего момента видно не было, и у автоматики не оставалось возможности среагировать, ровно как и у водителя. По крайней мере сейчас, на протяжении лет 10, на дороге общего пользования беспилотники со скоростями движения выше 50-60 км в час выпускать, ну это, даже не то, что наивно, но просто это проблема прежде всего именно этическая. Тут, ну, нет одностоящего решения. То есть беспилотники сейчас с высокими скоростями на дорогах, независимо от технического прогресса, пока не допустимо. Произошедшая трагедия еще раз наглядно показывает, что современные новшества всегда требуют доработок. Стоит принять к сведению, что разработкой беспилотных автомобилей занимаются в разных странах. И, конечно же, Россия не составляет исключения. Так, например, Казанский федеральный университет и ПАО «КамАЗ» совместно создали консорциум в области беспилотного транспорта. Университет и завод возьмутся за разработку беспилотных моделей на базе уже используемых перспективных автомобилей. Основной акцент разработчики КФУ и КАМАЗа делают на полноценном функционировании беспилотных транспортных средств в заданных условиях эксплуатации. Сейчас, на текущий момент, у КАМАЗа и КФУ есть несколько проектов в области беспилотных автомобилей. Ну, в общем-то, их готовность во всех случаях достаточно высокая. Ну, в частности, вот, например, один из автомобилей сейчас проходит испытание на одном из полигонов как раз Казанского федерального университета. Готовится как раз к автопробегу, который скоро будет. Второй автомобиль сейчас оснащается. Ну, там достаточно высокая степень готовности. КФУ и КАМАЗ планируют представить несколько моделей, которые запустят в серийное производство ориентировочно через два года. Перед запуском исправное функционирование технологии искусственного интеллекта проверят дополнительно, чтобы исключить риск возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев. Фантастические романы «Ясмин Сапфир» набирают все больше популярность среди читателей. Нашей съемочной группе удалось побывать в гостях у писательницы. Подробности об этом смотри далее. Новые расы, варвары, сфинксы и оборотни – вот они, герои книг писательницы-фантаста Елены Микешкиной-Абдулиной, пишущей под псевдонимом Ясмин и Сапфир. Елена окончила Казанский федеральный университет факультета физики, является кандидатом технических наук и доцентом кафедры физики КНИТУК и ХТИ. Мне нравится, когда люди действительно начинают понимать, там подходят и говорят, вы знаете, вот мы начали понимать физику на ваших занятиях. Вот, я очень люблю, и очень люблю писательство. И, пожалуй, вот это две вещи, которые для меня равнозначны, но совмещать, конечно, тяжело. Свои мысли будущая писательница начала выражать на тематических интернет-форумах. Писала так называемые фанфики. Затем Елена начала изучать множество книг по сценарному мастерству. В книгах Ясмин и Сапфир всегда несколько сюжетных линий и идей. Для писательницы очень важно, чтобы слово правильно воздействовало на читателя. Своим эталоном в литературном мире считает мастер и Маргарита Булгакова. Я обожаю то, как он работает со словом, и у него вот некоторые книги можно просто перечитывать, даже если ты читал, уже знаешь этот сюжет наизусть, перечитывать, просто наслаждаясь тем, как он складывает слова. На вопрос, почему именно фантастика, Елена отвечает просто. Фантастики, известные всем вещи, можно преподнести совсем по-новому. Зачастую события из реальной жизни писательница переносила на фантастическое полотно. Ксения Сурова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!